Вы смотрите Вести Тюмгу. Здравствуйте! Рекордное количество дипломов за призовые места привезли студенты Тюменского госуниверситета с Международной научной конференции Ломоносов. Научные работы оценивали ведущие сотрудники МГУ и Российской Академии Наук. В числе победителей студентка второго курса финансово-экономического института Тюмгу Татьяна Селезнева. Выступала с работой теории социального конфликта, которые объясняют события современной России и вообще мира в целом. Секция была очень интересна. Современные социологические теории, было очень много интересных работ, ребят, экспертный состав просто блестящий, очень интересные люди сами по себе. Потерпнуло много новых идей, чтобы дальше развиваться и идти вперед. Отметим, что кандидатуры победителей Оргкомитет Международной научной конференции Ломоносов выдвигает на награждение премиями поддержки талантливой молодежи России. Продолжаем выпуск. В Институте физической культуры Тюмгу прошла традиционная встреча ректора Валерия Фолькова с победителями и призерами международных и всероссийских соревнований. Как чествовали спортивную элиту, расскажет Анастасия Липустина. Сильные, смелые, умные. Такие слова прозвучали в адрес триумфаторов международных и всероссийских соревнований. Героями дня стали также победители и призеры 4-й Всероссийской зимней универсиады. Именитых спортсменов Тюменского госуниверситета поздравил ректор Валерий Фольков и вручил памятные подарки. Своими победами, триумфами на международных всероссийских соревнованиях, своей работоспособностью и целеустремленностью вы подаете пример молодым атлетам и формируете образ Тюменского государственного университета. На встречу также были приглашены почетные гости, среди которых представители департамента по спорту и молодежной политике, руководители спортивных организаций и знаменитые олимпийские чемпионы. Я, во-первых, пришла в гости в Институт физической культуры Тюменского государственного университета. Я всегда с удовольствием откликаюсь, когда проходят такие встречи ректора со спортсменами, то есть подводятся итоги спортивного года. И поэтому, конечно, это обязательно нужно делать для того, чтобы можно было поощрить спортсменов. Это в первую очередь для того, чтобы какой-то дальше у них был стимул заниматься спортом, завоевывать места для Тюменского государственного университета. Многие из студентов-спортсменов не собираются заканчивать спортивную карьеру после окончания университета. Они уверены, что именно благодаря Тюмгу смогли подняться на такой высокий уровень. Я считаю, что образование все равно должно быть, и к тому же оно мне помогает познать для себя что-то новое, что мне помогает достигать высоких результатов. Моя спортивная карьера неплохо очень складывается, и она идет только вверх сейчас. И было бы здорово продолжать в том же духе наращивать темпы спортивного роста. Институт мне в этом помогает, очень сильно я благодарен. Не обошлось мероприятие без спортивного выступления университетской команды чирлидеров. Традиционно встреча закончилась общим фото на память. Анастасия Липустина, Николай Салдаев, специально для Евразион ТВ. Продолжаем подводить итоги научной, образовательной и студенческой жизни в блоке новостей короткой строкой. День открытых дверей в магистратуру провели в Институте психологии и педагогики Тюмгу. Здесь реализуют пять магистрских программ. Две по психологии, психологическое консультирование и психология управления персоналом. И три по педагогике. Методология и методика социального воспитания, управление образованием и преподаватель высшей школы. Всего в магистратуру в этом году ИПИП предлагает 124 бюджетных места. В Тюмгу стартовал региональный конкурс исследовательских работ «Экология жизненного пространства». Его участники – школьники из Тюмени, Шима, Заводоуковска, а также районов Юго-Тюменской области и Югры. В этом году на конкурс пришло более 130 исследовательских работ. Вкусной защите жюри отобрало и допустило 95 проектов. Школьники представляют доклады об экологических проблемах городов, природных экосистем, развитии растений и животных. В Тюмени презентовали проект «Глобальное образование». Это государственная программа финансирования обучения граждан России самостоятельно поступивших в зарубежные вузы. В ней участвуют 288 ведущих университетов в 32 странах мира. А трудоустроить выпускников программы готовы свыше 500 российских организаций, среди которых как крупнейшие корпорации, так и ведущие институты, в том числе и Тюменский госуниверситет. Завершился 15-й конкурс профессионального мастерства «Педагог года Тюменской области-2016». Участие в нем приняли 65 лучших работников учреждений среднего образования. Первое место в номинации «Учитель года». Впервые в истории конкурса с одинаковым количеством баллов разделили два участника. Учитель математики школы 92 Максим Трифонов и учитель биологии Тюменского президентского кадетского училища Евгений Саранчин. Стоит добавить, что Максим Трифонов – выпускник Института математики и компьютерных наук Тюмгу. Студенты Тобольского пединститута филиала Тюмгу приступили к сдаче норм ГТО. Первыми свои силы испытали учащиеся гуманитарного факультета. В числе обязательных четыре норматива – бег, отжимания, прыжки в длину, подтягивания. Также можно сдать нормативы по выбору – метание спортивного снаряда, бег на лыжах, плавание и прочее. Всего проверить свои физические возможности планируют около 2500 студентов Института. В рамках проекта «Песни о Тюмени. Поем вместе», посвященному 430-летию города, в студии ГТРК «Регион Тюмень» прошла запись песни преподавателя Тюмгу Александра Чихонина. Песню о любимом городе Александр сочинил еще в прошлом году. Как она появилась, объясняет довольно просто. Такой песни о Тюмени еще не было. Всего в репертуаре автора и исполнителя около 15 разных песен. В Тюмгу презентовали программу академических обменов Фулбрайта. О перспективах получения зарубежных грантов узнавала Марина Жевиченко. Программа академических обменов Фулбрайт – одна из самых авторитетных в мире. Она действует с 1946 года уже более чем в 150 странах мира. Участие в ней принимают у студентов Тюменского госуниверситета. Я участвовала в программе FI-LTA – Foreign Language Teaching Assistant. Это программа для молодых преподавателей английского языка, которые приезжают в американские вузы, чтобы преподавать русский язык. И в то же время совершенствовать знания английского языка. У студентов есть большая возможность познакомиться с культурой других стран, узнать об их традициях и праздниках, а также получить отличное образование. На сегодняшний день открыт конкурс на 2017-2018 учебный год по 50 различным дисциплинам. Я хотела бы участвовать в Фулбрайте. По-моему, это хорошая возможность посмотреть и культуру, и настоящий живой язык. Потому что в России возможности учить именно живой язык, настоящий, здесь такой возможности нет. Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку до 15 мая в онлайн-режиме и выполнить тестовые задания. Прошедший конкурсный отбор получает грант на поездку в США. Он включает в себя оплату дороги, учебы или стажировку в американском вузе, ежемесячную стипендию и медицинскую страховку. Стоит отметить, что с момента подачи заявки до поездки в США пройдет около полутора лет. Марина Живиченко, Алексей Мойсов. Специально для Верзион ТВ. Еще один репортаж в конце этого выпуска. Современные лаборатории для исследований в сфере биоинженерии, мир аквариумистики и зоологический музей. Все это показали будущим абитуриентам в Институте биологии Тюменского госуниверситета. Продолжает Георгий Елаев. На дне открытых дверей будущие студенты встретились с руководством Института биологии. Директор Института Александр Шалободов и ведущие ученые вуза рассказали школьникам об особенностях учебы в НБИО и о том, какой технической базой располагает Институт. Затем в подтверждение рассказа для гостей провели экскурсию по современным лабораториям Института, в ходе которой преподаватели познакомили ребят с основными направлениями своей научной работы. Я просто всегда знал, что Институт биологии достаточно статусный в России. Он очень хороший, да и просто в Тюмени нет аналогов, в области нет, по-моему, аналогов, где можно получить качественное образование в области биологии. Вообще на данный момент я хочу стать учителем, да, учителем биологии, как бы я планирую сейчас. Но там, может быть, в процессе обучения у меня изменятся мои планы. Институт биологии Тюменского госуниверситета сегодня является полигоном для передовых исследований и разработок. Преподаватели Института известны собственными уникальными проектами и постоянно расширяют возможности для студенческих инициатив. Учеба здесь представляет собой глубокое погружение в науку, которое сопряжено с путешествиями, приключениями и многогранным познанием природы. Поэтому сюда поступают те, кто увлечен жизнью во всех ее проявлениях. Георгий Лайф, Алексей Мойсов, Евразион ТВ. И это все, что мы хотели вам рассказать в этом выпуске. Следите за новостями через сайт, адрес которого вы видите на экране. А на сегодня это все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин